Всем огромный привет! Меня зовут Сергей, добро пожаловать на канал Хабагивили и в сегодняшнем видео я расскажу вам о 15 интересных фактах о дополнении кошки и собаки. Поехали! И факт номер один. Можно будет смешивать породы прям в режиме создания персонажа. Будь это кошки или собаки, без разницы. Прям в режиме создания персонажа вы сможете взять одну кошку, другую кошку и в итоге получить абсолютно третью породу, а разумеется это будет их потомство. Эта функция будет работать так же как и по аналогии с людьми. Вы берете одного персонажа, берете второго персонажа и на выходе получается абсолютно третий персонаж, но похоже и на первого и на второго персонажа. Это будет работать примерно как-то так. Факт номер два. У питомцев будут три стадии роста. По аналогии с Sims 2 и Sims 3, там у питомцев было всего две стадии роста, они могли быть взрослыми и пожилыми, но в Sims 4 все по-другому. И по моим догадкам может быть два сценария развития события. Они могут добавить маленьких животных, взрослых и пожилых, или же они могут добавить подросткового возраста питомца, взрослых и пожилых. Но будем ждать выхода от дополнения кошки и собаки для того, чтобы убедиться в этом самим. Факт номер три. Третий факт довольно-таки странный, потому что он гласит о том, что в редакторе создания персонажем, животным нельзя будет изменять количество пальцев на их лапах. Я сам конечно знаю, что у разных животных бывает разное количество пальцев, я имею ввиду у разных пород, а у более благородных пород иногда встречается по шесть пальцев на задних лапах. Но мне кажется, в такую уж прям детальную подробность внедряться не стоит, и мне кажется, что они поступили правильно, не сделав изменения пальцев на лапах. Это бы, во-первых, очень сильно бы нагружало бы игру, и во-вторых, мне кажется, ну не все бы на эту деталь обращали внимание. Факт номер четыре. Гласит о гетерохромии. Гетерохромия, ребятки, вы все прекрасно знаете, что это разный цвет глаз. Допустим, на левом глазу это зеленый, на правом это карий глаз. Но, к сожалению, ребятки, гетерохромия в Sims 4 будет доступна только животным, и на персонажа она распространяться, к сожалению, не будет. Факт номер пять. Все вы прекрасно знаете по трейлеру дополнения кошки и собаки, что там можно будет прогуливаться в парке со своим питомцем, а именно с собакой. К сожалению, данная функция не будет доступна для прогулки с кошками на поводках, ну потому что, скорее всего, кошки это такие домашние ленивые пончики, которые должны находиться дома. И как часто выгуливаете вы свою кошку на поводке? Пишите в комментариях, и вообще, делаете ли вы это или нет. Как вы думаете, правильно ли, что данную функцию добавили только для собак, а кошек обделили или же нет. Пишите в комментариях, будет интересно почитать их. Факт номер шесть. Шестой факт, он максимально очевидный, потому что практически с каждым дополнением, которое проходило в Sims 4, разумеется, добавляют новые навыки, черты участков, рецепты, жизненные цели и типы участков. Разумеется, новые типы участков в дополнении кошки и собаки появятся, а именно ветеринарная клиника, и скорее всего, возможно, какие-то новые типы участков она добавляет. Разумеется, добавят новые черты характера для персонажей, новые рецепты приготовления блюд, потому что для животных готовить тоже нужно. И разумеется, будет много новых навыков. Факт номер семь. Как вы прекрасно знаете из прошлых выпусков, интересных фактов о дополнении кошки и собаки, я говорил о том, что в игру добавят призраков животных. Разумеется, это логично, потому что животные все-таки тоже будут умирать. И сейчас разработчики думают над тем, можно ли будет купать призраков животных, потому что они еще пока что не знают, смогут ли вообще призраки животные намокнуть. Потому что, допустим, если ваш обычный персонаж Сим умирает в бассейне, то он ходит мокрый и от него остаются лужи и следы воды. А смогут ли намокать собаки призраки, ну и кошки, разумеется, эту информацию даже не знают сами разработчики, потому что пока что еще работают над дополнением кошки и собаки. Факт номер восемь. Восьмой факт гласит о том, что если у вас есть игровой набор родителей, то дети и подростки, которые будут ухаживать за питомцем, будут повышать свой уровень ответственности. Разумеется, такое взаимодействие между дополнением и игровым набором это очень круто, потому что все-таки, когда дети ухаживают за животными, даже в реальной жизни, у них все-таки как-то повышается этот вот навык ответственности, они знают как ухаживать, что нужно выгуливать собак, что нужно убирать за кошками и кормить животных нужно регулярно. И разумеется, взаимодействие между дополнением и игровым набором это крутая новость для игры The Sims. Факт номер девять. Опять же, если вы смотрели предыдущие выпуски интересных фактов о дополнении кошки и собаки, то вы прекрасно знаете, что в игру добавят таких животных, как еноты и лисы. Разумеется, данных животных можно будет так же, как и кошек и собак, создавать в редакторе создания персонажа. Разумеется, у енотов и лис будет точно такая же анимация, что у кошек и собак, но у них будет одно отличие, у енотов и лис будет свой тип голоса. То есть, при создании лисы или енота, вы будете точно знать, что это лиса или енот, когда будете выбирать ему свой тип голоса. Факт номер десять. Когда я прочитал этот факт о дополнении кошки и собаки, во мне закралось два чувства. Первое чувство неполноценности, второе чувство, ну, вроде бы нормально. Данный факт гласит о том, что кошки не будут царапать ковры или сражаться с рыбой, но они будут царапать много других вещей и попадать в другие виды неприятности. Разумеется, то, что кошки не будут царапать ковры, это как-то не сильно реалистично, потому что у меня у знакомой кошка точит об ковер, допустим, когти и это выглядит довольно-таки нормально. Конечно же, разработчики могли сделать анимацию царапания ковра, и это было бы, допустим, отрицательное действие, и за это кошку можно было бы, допустим, наругать и, купив ей при этом когтеточку, отправлять точить когти ее не на ковер, а на эту когтеточку. Было бы максимально реалистично. Факт номер одиннадцать. В редакторе создания персонажа вы сможете создавать своих собственных животных, то есть свои собственные породы, и давать им название. Разумеется, скорее всего, данные породы будут оставаться в кассе потом, и после того, как вы создали свою уникальную породу, вы сможете ее выбрать в следующий раз, когда зайдете в касс. Это очень крутое действие, оно прям максимально крутое, оно мне очень нравится. То есть вы можете заранее насоздавать много-много-много-много различных пород, даже таких, которых просто не существует в мире, и потом, допустим, когда уже в другую семью вы будете играть, вы сможете в режиме создания персонажа выбрать эту породу и начать за нее играть. Это очень круто, и очень так прям по-игровому приятно. Вот. Факт номер двенадцать возвращает нас к факту номер одиннадцать. Разумеется, самые распространенные породы питомцев уже есть в каталоге The Sims 4, но если же необходимой породы там нет, и используя инструменты создания персонажа, вы сможете создать похожую породу сами. Факт номер тринадцать. На данный момент дополнение кошки и собаки все еще разрабатывается, и каждый день в каталог животных добавляется очень много новых пород. Допустим, сейчас в каталог добавлены новые виды пород, такие как Голден Дудель, Пигль, Шитсу, Чивани и Йоркширский Терьер. Последняя порода, мне кажется, будет пользоваться большим спросом. Факт номер четырнадцать. Мне кажется, когда вы посмотрели трейлер кошки и собаки, вы задумались о том, а можно ли будет создать свой собственный зоомагазин. Но разработчики нас разочаровали и сказали, что зоомагазин создавать собственный нельзя будет. Но! Будет возможность продавать или отдавать даром потомство ваших питомцев. То есть, если у ваших животных появилось потомство, вы можете его продать или отдать в добрые руки. Как по мне, так эта возможность максимально реалистичная. А вы все, ребятки, прекрасно знаете, что я безумно люблю реалистичность в Sims 4, и поэтому моя игра полна модов и дополнительных материалов. Вот такие дела. Поэтому, ребятки, реалистичности в дополнении кошки и собаки быть. Ура! Совсем недавно прошло мероприятие, которое называется Sims Camp 2017. И на этом мероприятии было сделано уж очень много скриншотов из редактора создания персонажа питомца. На данный момент в интернет утекли только черты характера кошек. А они будут вот такими. Ласковый, одиночка, умный, любопытный, пушистый, свободный духом, дружелюбный, непоседа, обжора, ленивый, пакостник, игривый, бродяга, пугливый, избалованный, шумелка и собственник. Разумеется, черты характера собак будут нам известны чуть-чуть попозже. И скорее всего уже черты характера для собак попадут в следующий топ интересных фактов о дополнении кошки и собаки. А если вы не хотите пропустить новый топ интересных фактов о дополнении кошки и собаки, то не забудьте подписаться на канал и также поставить лайк данному видео. Мне будет очень приятно. Ну а с вами был Сергей, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх и не забывайте репостить это видео в различные социальные сети. Всех очень сильно люблю, всем до скорых встреч, пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!